всем снова привет и добро пожаловать на мою пп кухню меня зовут елена сегодня мы будем готовить очень вкусный и такой простой насыпной пирог с нектаринами если конечно у вас нет нектаринов то вы можете заменить на персики яблоки груши эти фрукты на все что у вас есть под рукой то что вам нравится также можете ягоды использовать пирог получается нереально вкусным рассыпчатым это настолько простой рецепт что и может воспользоваться даже новичок и у него обязательно все получится давайте же посмотрим как я готовлю этот пирог для данного пирога нам потребуются следующие ингредиенты это 50 грамм цельнозерновой муки 50 грамм рисовой муки 40 грамм овсяных хлопьев долгой варки 30 грамм овсяных отрубей одно небольшое яйцо 10 грамм масла ги вы также можете взять 10 грамм кокосового растопленного масла если нет ни одного ни второго то возьмите 15 грамм сливочного масла также здесь у меня 60 грамм сыра филадельфии с пониженной жирностью у нас появилась вот такая новая филадельфия актив и у нее здесь на 100 грамм приходится только 87 килокалорий если у вас такого сыра нет возьмите пастообразный творог просто не жирный также буду использовать половинку чайной ложки разрыхлителя натуральный экстракт бурбонской ванили и два нектарина и конечно же нам потребуется сахарозаменитель я его измельчила в пудру для того чтобы он легче смешивался со всеми другими ингредиентами здесь у меня смесь стевия немного эритритола сахарозаменитель берите на свой вкус в чашу отправляю яйцо ваниль масло растопленное ги филадельфию сахарозаменитель все перемешиваю венчиком все смешали добавляем сюда немного разрыхлителя и все сухие ингредиенты рисовую муку цельнозерновую пшеничную овсяные хлопья и овсяные отруби перемешиваю все хорошо тесто должно получиться вот такой плотной консистенции но при этом рыхлое небольшую часть теста я отделяю заворачиваю в пленку и отправляю в морозилку минут на 40 на час остальное тесто накрываю также пленкой отправляем холодильник на то же самое время теперь нужно помыть нектарины очистить их от кожицы и косточек у нас получается 278 грамм теперь их нужно порезать на маленькие дольки готово можно приступать к собиранию пирога пирог я буду выпекать вот такой одноразовой алюминиевой форме но которой я застелила пергаментной бумагой диаметр дна 20 сантиметров наше тесто постояла в холодильнике и стала вот таким рассыпчатым превратилась практически в крошку мы его выкладываем на дно формы нам нужно распределить его с помощью рук по всему дну и слегка на бортики распределили ровным тонким слоем и теперь выкладываем сюда наши нектарины готово достаем наше тесто из морозилки и натираем его на крупной терке у нас получается вот такая мелкая крошка отправляем ее на наш пирог таким образом мы прикрываем все фрукты и теперь осталось отправить этот пирог в духовку разогретую до 180 градусов и выпекать мы его будем до румяности вот такой пирог у нас получился я его оставила полностью остыть в этой форме в которой он выпекался и теперь он будет легко выниматься и не развалится вот такой красивый насыпной пирог у нас получился надеюсь что этот рецепт пришелся вам по вкусу если это так не забывайте поставить лайки подписывайтесь на мой канал мы с вами увидимся уже очень скоро всем пока